Было что торговать на протяжении всего дня. Особенно мне очень понравилось в конце дня. У меня последняя сделка была. Сейчас включу ее. Так, CHRW. Вот ситуация. Когда акция долго стояла от цены 53 отскакивала. Это акция новостная. Новостные акции. Первый день лучше не трогать. А если даже трогать, то лучше их торговать после обеда уже. Когда более или менее растрагуются и покажут какие-то уровни. Аналогичные ситуации с подобными акциями. Такие как CORS. То есть в первый день можно торговать тоже такие вещи. Только тогда, когда уже явные базы и явные точки входа в акции бывают. Вообще лучше на второй день ждать. Вот, к примеру, тот же CORS. Обратите внимание, вчера 90.25. Отличная цена, акция. Практически полтора поинта неплохо проходит. Даже у стака Apple вчера была точка входа. Вот, обратите внимание, 510 долларов. Покажись. Вот, проторговка идет. И вот еще одна проторговка. То есть можно было еще и добрать на поинт выше. Конечно, ход у них очень серьезно, очень много двигается. Неплохие движения. Вчера у 3D были компании. То есть сегодня нужно будет обязательно смотреть. Там много стаков на самом деле. Очень много. На которые стоит обратить внимание. Поэтому на сегодняшний день однозначно спешить не стоит. Надо просто подобрать. Я даже не все самые такие однозначные выбрал в приоритет на сегодняшний день. А хотел бы в приоритет поставить намного больше акций. Дело в том, что немножко в растерянности я от того, что происходит. Очень много бумаг. Очень много. Вот уже сразу у нас Apple стартанул. Тут как обычно. Поток заявок сумасшедший. Очень поздно я зашел. Очень поздно зашел в акцию. Вот такое. Утром поток ордеров. Все немножко подтормаживает. Надо было в пробой фигуры входить. Не спешить никуда. Значит смотрим. 3D. Сегодня уже более растрогованная. Что она будет делать? Надо смотреть. В данный момент видно, что готовы они. Так. Apple еще выше пошел. Правильно мыслил. Но конечно там тяжеловато сидеть. Вот. CHRW. Вполне возможно отсюда не ушел никуда. Продавец. Вернее покупатель никуда не ушел. Вот я 100 акций взял здесь. Посмотрим. 200 уже. Но это немножко случайно я сделал. Ничего страшного. Стоп поставил. Ну все, меня сейчас выбьет. Да. Прошла она все-таки вниз. Так. Смотрю. 3D. Все-таки наверх она вот сколько идет. И вот. Даже фигуру они готовы бить. Ого. Я уже по 30 зашел. Насколько позже. Пролет ордера был. Сейчас все немножко отстает, конечно. От реального. Даже не нужно заходить. Объем тяжело даже набрать при такой скорости. Все летит. Все летит. Такое. Все как сумасшедшая летает. Все HRW пробило. Да, она вниз сейчас идет. 3D, конечно. Активненько будет. Так, чего у нас еще есть? VRSN. Интересная ситуация. Тут не успели. VRSN ушла уже. Она быстро ушла. Там, по-моему, и спред был сумасшедший. Apple, как ушел хорошо на лонги. И GMCR, я смотрю, там все-таки последовательно-последовательно. Но готовы они там все-таки немножко валиться ниже. Все-таки зашорту я. GMCR, такой поток ордеров здесь идет на шорт. Еще 100 акций зашел. Еще 100 акций. Ой-ой-ой, какой отскок интересный. Вот он, 170. Я стоп по 14 центов поставил, чтобы не улететь далеко. Понятно. Я уже сижу плюс 50 центов. Как все неожиданно. Посмотрите, как чудесно. Я уже поинт... Я не успеваю считать, что происходит. Что-то происходит очень такое серьезное. Просто летит стак. Я не успеваю нормально тут крыться. Такие отскоки по поинту. Короче, я забрал прибыль отсюда, потому что это ужас просто какой-то. Мне светило практически... Практически 700 долларов. Может даже больше. Так, 100 акций. Снова сюда зайду. Вроде бы этот поток еще продолжается на 5 минутки. Есть куда стаку падать. Еще 200. Так, это уже слишком. Это уже надо выходить. Нет, тут все-таки уже вот сколько они пошли. Резко так не готовы. Так. Так, 3D. Вот это уже поинтереснее, когда она отскочила. Надо ждать точку входа, когда она будет показывать. Так, GME. Потихоньку, потихоньку. Вот GME. Интересно, цена здесь будет... Вот она сейчас есть. Я уже зашел в нее. Я еще буду заходить. У меня уже 500 акций. Здесь сделано, наверное, многовато. Но все равно. Более позиционно ее смотрю. Ну, сильно, как для нее. Сильно она отскакивает на самом деле. Очень волатильно и очень активно она сейчас начала все вести. Так. Что здесь такое? Так. Тык, тык, тык. Смотрю, конечно, сейчас на GME, в GME CR, что там дальше происходит. Там, конечно, капец полный. Дневка какая интересная у GME. Рынок, в принципе, тоже готов выше идти. Фух, GME CR, конечно, ухо наносится. Посмотри, что GME CR делает. Там плюс 26 поинтов в стак, а был он вообще очень много поинтов в плюс. Естественно, он должен был отскочить хоть немного. Поспешил я с набором, надо было не так много заходить сразу в GME. Просто так упорно она уже фигуру пробивала, что оказалось, на импульсе будет лететь. В любом случае, вроде бы как печатают. Ничего, не понимаю. Подожди, я в Версен? Что, одна? А, да. А, да. Так, GME на одну секунду отвлекся. Уже это самое, уже цена непонятная. Мне совершенно не нравится эта цена. В принципе, 700. Тут я уже буду выходить в 78, если она так будет себя вести. 100 акций я еще добавил. И по 78 поставил на 700 акций 100. Значит, прозевал я немножко только что Версен. Мне здесь лонг интересен. Хотя, можно сказать, еще ничего я не прозевал. Позвищу. Так. Так. Так, VRSN, VRSN, так тут у меня лента есть. 42 лота по арке. Потихоньку, вроде бы, ниже степают. GMCR прошел неплохо вниз. Он все-таки по 105 сейчас трейдается. Так, будет меня выносить? Джейми вынесла. Всю прибыль забрала. Ничего страшного. Конечно, в GMCR сегодня могло нормально на это самое нарисовать. Так, я еще здесь добавил. GMCR, конечно, я как подумаю. Ты видишь, что GMCR делают? GMCR просто там льют, я вообще не знаю. У меня вход по 109 был. Джон Сидис. Блин, капец. Какие-то москоки, это ужас. Это жесть. Можно было, конечно, не отпускать ее, но, я так понимаю, там и заработать можно, но мне стрёмно было. Там же и залететь можно нормально. С такой волатильностью. Что она делает? Она дальше идет. Я нужно будет завтра смотреть. Сегодня как бы она немножко... Перебор. Дня три можно смотреть. Ну да, по-соте. Капец. Что за VRSN болтает ее? А ну давай, жмись. Ниже. Не хочет и все. Появился бид. Будем спорить. Да, бид появился. Это может все закончиться сейчас. Нет, тут слабенько однозначно. По сравнению с тем, что сейчас происходит в других стаках, тут однозначно делать нечего. А? С HRW, да. Притом так пробило. Я видел этот момент, я там в лонг брал. Уже полпоинта прошла, да? Да. 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 А кам, тоже неплохо новостная, но она так потихоньку-потихоньку тоже идет. Ох, как, блин, вынесло. VRSN непонятно. Так, GDOT. 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 Так, что такое? Как-то она медленно все переключает. Все вроде бы выключено. Ох, да ничего не понятно. Курс в лонг. Кстати, точку давал неплохой курс. После откатика на фигурку лег. Сейчас может в лонге выйти. Я не знаю. Так, Айпл вообще все вернул. Джеймсиар сейчас сотню будет уже мочить. Капец, какой здесь все-таки 10 поинтовый тренд получился. Это жесть. Да вообще, Джеймсиар, я в шоке просто от того, что она делает. А, взять себе за одно место и за 10. Да, ну ты куда? Я по 109 зашел, она до 110. Ну, вниз с 2 поинта пролетела. А потом вернулась к 110. 110. Четко. 110.00. Это роботы, да. Быстрее, VRSM тоже меня сейчас ляпнуло и опять начинается. Биг как? Биг, кстати, интересно, да? Я не могу на такой обстановке находиться. Так, Корс потихоньку что-то делает. Бейджи очень интересно, но я не знаю, куда ее смотреть. Вроде бы на лонг так неплохо смотрится. Биг. Ситуация действительно интересная. Вроде бы на лонг так неплохо смотрится. Акам потихонечку-потихонечку наверх проходит. CHRW. Тут возвратик какой-то происходит. И он мне как бы более или менее нравится, что здесь такое вот базочки происходит этот возврат. Значит, low тут. 44. По сути, вот low. Или это продолжение тренда. По инету здесь все их продавили. Может, так, наверное, еще ниже пройти. Джеймсер пролонговать уже. 3D, 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 3D. Разбор сайза. Разобрали. Плохо разобрали. Сразу же вернули. Что, снова разбор сайза, что ли? Здесь пробили крупную цифру. Потом снова попуск такой серьезный. Ай, блин, капец, как она слетает. Это жесть. Все, тут 19. Надо стоп ставить. 3D, конечно, жесть. Так, B и G. Неплохая была ситуация, только мало зашли. Так, что делать с 3D? С этими рисками сумасшедшими. Это Optic Rule. И оно застепывает постоянно. Ладно, еще 100 акций, еще 100 акций. И по 19 стоп. А 30-ка мощная. Вот уже 23. То есть тут еще продавец есть. Нехорошо. Ты посмотри. Ся HRW пошла. На 20-ку ставят цифры в 3D. Но я думаю, это ненадолго. Посмотрим. В 3D от 20 до 30 такой диапазончик получается. Сверху Optic Rule жмет. А снизу 20-ка скрытая. Бит вроде бы есть. Нормально. Плюс 10. Только что было плюс 29. Выстрел от 20-ти отстрелило. Вот они стоят у лота. В 194 лота 3D начинают степать потихоньку. Такой он только что от 20-ти. Вот, смотри, 79 уже вон еще выше поставили. Ну, 3D, да. Тут такое может быть. Смотри, 76. Они отходят ниже, потом на 20 центов или на 10 центов выше ставят бит свой. С ума сойти. 3D, конечно, может. Не удивляет. James R уже почти 105. Ой-ой-ой. 8 центов. 194 лота на 0,7 в 3D поставили. Я успел 600 акций еще в нем взять. На 20, конечно, можно было. Так, короче, что здесь думать. Так. 186 лотов. Переставляют. Я уже плюс поинт. Весело. Степает дальше. 200 акций я покрыл. По 49 ставлю стоп. 48. Ах, меня выбило по стопу. Ну, ничего страшного. Мне нравится этот рынок. Где-то в какую-то фигню зашел. Плюс 800 засветило. Плюс 400 закрыло. В другой штуке минус 200. В другой минус 200. И потом обратно плюс 600. Такое. Ну, бывает. Так. Тут я еще 100 акций добавлю. Так. Бейджи. За фигуру стоп ставлю. 89. Бейджи. Ты зашел? Нет? Знаю одно, что 3D отпускать нельзя. Тут может быть еще дальше движуха. Движуха. Так. Они меня не забрали. 110 акций. Это значит, что все, 200. Как здесь все быстро происходит. Так. Так. На 300 и стоп я ставлю по 29. Опять прижимает продавец. Все. Меня выбило. Так. Смотрим, что здесь за ситуация. VRSN. Посмотрите VRSN. VRSN что-то там гнется она. Такая, что может отскочить наверх очень неплохо. Так. 80. Там, по крайней мере, держали одну цифру. Я где-то 86 здесь стоп поставлю. Так. James R, James R, James R. Там, получается, ближе к фигуре они что-то, ну, как бы, поздно. Ну, вот эту акцию я взял. Сейчас терплю. Ну, как бы, это приемлемые для данной ситуации риски. Ай, весело. VRSN вижу. Я просто сел в James R, поэтому я сейчас вообще ничего не вижу. 100 акций покрыл по 27. Сейчас уже в минусе остальные. Хотя бы 100 акций. Так. Здесь хай, 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 хай ровно. Но это очень много давать. И риска столько. Имеется в виду центов 70 риска давать. Хотя, в принципе, можно. Для этой ситуации это вполне понятливо. Так. Тут, чтобы не улететь еще выше, надо заранее стоп ставить. Так. Стоп надо ставить заранее. James R средняя получилась такая себе. Ах, сейчас вынесет меня. Да, 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 да. Нечего, удержали. Снова фигуру James R поддержал. Да, в James R конечно движуха такая, что можно офигеть. Можно было спокойно добирать. В принципе, в James R не надо много брать. Здесь достаточно 200 акций. Если она пойдет, то уже будет хорошо. Это капец. Снова. Вот они сейчас и выбьют, наверное. Ладно, еще 100 акций. И стоп за фигуру. Ух. Так, James R, ну давай. Тебе надо продаться. Ты очень далеко. Ты плюс 23 поинта. Фух, как он летает. Я просто не знаю, куда его тут. Это капец. В принципе, для точки входа, для такой, ну, в принципе, нормально. Бывают такие ситуации, когда такие риски. Спред растягивается. Можно набирать. Ну, я не хочу больше, чем 300 акций. Уже такая ситуация. Уже слишком часто они подходят к цене 105. Вот сейчас классная точка для входа, в принципе. Как для такой ситуации. Я вижу, что печатает неплохо. Но все равно отходит. Видно, что отходит. 47. Ну, давай, прошибай ниже. 104. Не хочет. Тиже снова. 70, 50. Есть бид. Видно. И все равно опять хотят подойти к фигуре. 105. Скрытое, конечно, стоит по 105. Там такая мощненькая. Там, если пробой будет, я думаю, там пронести может нормально. Поэтому я не хочу больше набирать. Но отскоки просто капец, конечно. Если брать от фигуры и даже скальпить. Просто риски большие, то что отскок будет. Ой, неплохо. Так вот показал оффер. Джеймс Арт. Видно, что он так подстепывает ниже. Вот он. Вот это, по-моему, продавец этот был. Ну, и вот начинается, по-моему, сейчас атака. Есть. Есть, есть, есть. Джеймс Арри, конечно, точечка неплохая была от 105. Как он несется, класс. Так. 100 акций. Еще 100 акций. 100 акций остался. Класс, конечно. Корс. Я вижу, да, стоит там. Что, будет новые границы Джеймс Арт находить или не будет? Может, 104 уже будет держать, посмотрим. 3D на новую хай, кстати, вышел. Он до 62. Так, 3D, иди сюда. 3D, хочу тебя поторговать. Так, значит, тут 78, 69, стоп. Еще 100 акций зашел, и тоже 69, стоп. Бейджи. Очень спокойненькая акция, кстати. Так неплохо себя показала. Ну что, тренд будет здесь или не будет? К 65 потенциал есть. Посмотрим, как все будет вести. Вот опять какие-то 30 лотов ставят. Сейчас, если будет 9-ку бить, может, еще буду добирать. Так, что там с этим VRSN? Я немножко запутался там. Бейджи. Котировки надо смотреть. Бейджи, все отлично. Так, Джеймс, Сиар. Как здесь? Так, 104. Нормально у меня в Джеймсе Аристоп стоит на 80 центов выше. Нормально себя чувствую. Так, значит, что здесь будет? Да, тут, по-моему, я уже опоздал с точкой входа. Спред растянулся. В принципе, можно попробовать вот так вот. Ух ты. 3D мне даже не дают. По этой цене. Ладно, вручную зайду. И 300 стоп поставлю на... 87. Нет, лучше 79. Куда-то сюда приблизительно. Бейджи, посмотрим. Прикольно вообще стак. Что-то его не это самое. Не брал. Дневка вообще классная. Сегодня день показала, что разворотный. И вот она пошла. Так, я еще 100 акций взял. Прикольно 3D рисует. Я вот здесь возьму, то у меня 400 акций получилось. И стоп уже 89. Уменьшу риски. Все-таки печатает. JME. С HRW, кстати, мы немножко втыкнули. Он развернуло его. Хотя... Как... Как правда здесь не втыкнуть, я, честно говоря, не знаю. Потому что все... Все ходит, как я не знаю как. Когда день хороший, это чувствуется. Версия там вообще завис на месте. Стоит. Посмотрит 3D какой обманщик. Такое непослушное. Откаты пускает сильные. Чего я не смотрю TWTR? Так как бы хватает чего смотреть. Видите, все как бы ходит. TWTR я буду завтра смотреть. Дело в том, что сегодня первый день новости. В первый день новости много сейчас интересных стаков. Тот же Акам, да? Тот же там ВАЛП, посмотрите, идет. Но их тяжело торговать в первую половину дня особенно. В первый день, в первую половину дня. Во второй половине дня можно смотреть... Сейчас, в принципе, вот того, что есть у меня здесь. Посмотрите, точка входа на точке входа. То есть, постоянно Джейми позиционно смотрела в лонг. Она меня утром выбросила, но все-таки вот пошла, да? Посмотрите, что он Джеймсиар это делает, да? То есть, сейчас уже он поинт 2.4 поинта. То есть, есть очень много инструментов сейчас, на которые стоит обратить внимание. Очень много. Все, как бы, не уследишь. Надо отобрать хотя бы то, что будет ходить, и дальше уже смотреть, какая разница, какой тикер. Главное, чтобы плюс был в общем итоге после трейдинга. А на чем именно заработал, это не так важно. Тдс хорош. Смотрю, 3D опять что-то прижимают, непонятно. Хочется еще добрать, на самом деле, я еще взял 89, ставлю стоп. Кажется, она дальше будет идти. Она сейчас отобьется от фигуры и пойдет. Не совсем, конечно, я понимаю, что делать вот с этим товарищем. Тут вроде бы есть точка входа. Что с ним делать, я не совсем понимаю. Спасибо. Так. Я еще 100 акций здесь добавлю. И вижу, что здесь уже 103 как бы держат более или менее, поэтому... Так. Вот это мне не нравится. По 11 центов. И вот меня вынесло отсюда. Ничего страшного. CHRW. Тут вот я пропустил вот этот вот разворотик, конечно. Вот он произошел. Но ничего страшного пока не произошло. Он может и отсюда сейчас пойти. Джеймсиар до какой цены лучше держать? Ну, как бы, там как получится. Там нужно по 100 акций. Если только 100 акций сидите, тогда есть проблема. Я поэтому только что пытался добавить. Ну, вот меня, в принципе, уже и вынесло стоп. Я передвинул, и поэтому в позиции не остался. А вообще, по сути, там стоп должен стоять приблизительно 103.50, если сидели там от 105 долларов. И нужно дальше было сидеть. Ну, вот я пожадничал, стоп перетянул. 200 акций добавил. И, в принципе, не очень хорошо у меня все получилось. А вот 3D все-таки на Нью Хай вышло, прострелило. Тоже неплохая позиция. Вчера неплохо на ней заработал. В принципе, и сегодня тоже вот она раздает потихоньку. Такое. Сейчас откат будет, наверное, традиционно. Ну, посмотрим. Можно было по моменту ему, конечно, сейчас часть покрыть. После такого выстрела. Я, кстати, не люблю, когда вот так вот акция выстреливает. Почему? Потому что очень часто она обратно затягивает потом движение. То есть непонятно, что будет потом. Она будет возвращаться, либо останавливаться, отстаиваться. Люблю, когда медленно акция выходит на какой-то уровень. Тогда ее проще трейдить. А сейчас немного непонятно. Сегодня лучший стак это B&G. Вот он спокойно там растет. Я его немного взял. Но я считаю, это самая такая была спокойная, надежная позиция. Вот она. Отличный потенциал по дневному чарту. Очень много сейчас таких формаций идет на... У меня полный портфель вот в таких вот формациях. Спокойненько себе идет. Нормально себя чувствует. 3D, конечно, тут от скрытых цифр. То есть от беда сильного нужно заходить. Тоже очень серьезная волатильность. Тут тоже, в принципе, более она активная. Немножко другое, скажем так, другая философия. Трипл Ди, да. То я тягаю уже сегодня. Но от скоки идет, чего бы не брать. Вот тут, конечно, точка классная была. Снова начинается. Так, что здесь 93 на 98. Подходит к фигуре 64. Тут непонятно. Сейчас отскок однозначно будет. Так, ладно, 200 акций я покрою. От 300 акций буду сидеть со стопом пошире. Так, я ничего не покрыл вообще. Когда стоп стоит в акции, есть SSR или этот NH, Not Shortable Stack, то нужно вначале стоп отменить для того, чтобы покрыть. Во многих платформах есть такая штука. Джемми пошла, да. Вот я в тот момент как раз кричал, но сам че-то не зашел. Так, 200 акций я все-таки покрыл. 300 акций я буду сидеть со стопом. Не знаю даже, с каким я стопом буду сидеть. Приблизительно 34 цента. Вот он. Вот сюда. Джеймсиар, Джеймсиар, Джеймсиар. Не совсем я понимаю, что тут происходит. Корс можно было поднимать от 92, конечно. А вот в Джеймсиаре похоже на то, что есть точка входа сейчас. Ладно, 100 акций взял. По цене 91 цент. 0,6 тут high. Приблизительно по 11 я стоп поставлю. Да, Джеймсиар пошла. Джеймсиар неплохо. Сейчас покажу, где я показывал. Вот точка входа. Вот это была Джеймсиаре на пробитие high. Вот. Вот здесь она была. Однозначно можно было заходить, пробовать. Так. Как здесь все ведет Джеймсиар. По стопу вынесло. Да. Так. 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 так тут откат идет это нормально сейчас более позиционно уже 300 акциями сижу с очень таким широким стоп ордером по 34 будем смотреть что-то дальше будет происходить так интересно что здесь дальше вот тут бы стоп бы не помешало бы где-то переставить на толком не знаю даже куда так вера сэн тоже целая санта-барбара хрw даже не знаю куда ее смотреть но она здесь вроде бы ниже уже не хочет идти мне кажется лонг здесь будет ладно я посмотрю как она будет принтовать 64 вижу по арке здесь скорее все скрыты 3 лота стоит принтовку иди правда печатает будем смотреть да по моему здесь лонг будет я за фигуру стоп ставлю по 49 тоже ситуация более или менее спокойно если будет дальше проходить буду еще добирать так 3d что она там думает уже двадцать один на двадцать пять двадцать уже 30 бьют смотрю что уже 40 кофер даже отошел в тридцать девять принты может уже на лонг вера сен собирается ну может быть может быть но честно говоря не могу знать могу только предполагать я как бы ее не смотрю просто на лонг не знаем на мне как то больше на шорт смотрится так 3d потихонечку там что-то начинает вытворять пыталась выйти так неплохо так тут я еще 100 акций добавлю тоже стоп 49 ставлю 3d потихонечку там что-то 3d потихонечку там что-то так вот и есть огромный потенциал куда идти так что она тут делает потихоньку вот отсюда в эту акцию вообще изначально начинал покупать конечно выходил из нее постоянно все равно заходил такой конечно неплохой здесь потенциал у нее на второй день и проще торговать я вчера когда трейдл вообще нереально было откаты по 70 центов по 50 центов сквизы были очень тяжелая она вот товарищ потихонечку начинает идти тоже здесь надо в принципе заходить так ладно чтобы проще было 66 лотов на 45 центов стоит вот 60 лотов по 60 центов в офере так 100 акции покрою еще 100 акции покрою стакции буду сидеть со стопом по 63 72 все 369 вот тоже 89 поставлю версен версии не совсем непонятен да он такой не очень так мне не нравится этот самый наверно покрою все таки этого красавта так что это у нас 4 лота отлично но хиви рс н ухи веры с н ухи веры с н ухи веры с н 3d на новых а я так понимаю пытаются выйти так бейджи в принципе готов его крыть уже вот джеймсиар ситуация джеймсиар джеймсиар звук должен быть слышно меня хорошо да слышно меня отлично тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык и и снова вернули но я не знаю стоит ли здесь его шортить шортить джеймсиар 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 смотрим так хиви рс н так мне интересно если посмотреть то что я не видел сегодня вроде бы вот есть ситуация неплохая в акции н она спокойно может отстояться здесь в принципе стоп небольшой буду смотреть может быть здесь буду какую то сделку открывать п и 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 так 100 акций здесь взял в лонг лоу сегодняшний дня шестьдесят семь значит шестьдесят шесть ставлю стоп протрачать она может здесь полдня потом пойти то есть это из той серии как вчера с хрв тоже стоял 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 потом взял пошел поэтому от нее лучше не ожидать 3d пробила цифру шестьдесят пять у нее хай был вчера шестьдесят пять шестьдесят то есть в принципе еще до хай можно смотреть ее джеймсиар думаю что все таки здесь уже лонг какой то начинает намечаться поэтому попробую лонг взять 200 акций взял посмотрю посмотрю где тут джеймсиар 200 все нормально ну 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 давят так лоу тут было девяносто восемьдесят девять ставлю стоп все выбило значит она просто выше поднялась чтобы стопы позбивать ночь непонятно надо оставлять эту акцию не трогать и так бейджи немного выше стала хейн непонятно это конечно вот что называется идет так 6444 значит ставлю стоп на 6443 все-таки джеймс арона поигралась со мной такая вот ситуация получилась выбила она по стопу и все-таки выше вышла вот толком не поймешь конечно куда в таких ежиках ставить стоп очень и так он большой был все-таки вышла она дальше чувствовал что она будет выходить но размер стопа конечно тяжело корректировать классно пошел стак посреди джеймс ар это же просто цирк какой-то видишь да как его можно взять посмотри скис такой пум плюху пустил туда и не добился 105 104 85 или сколько 75 прострельщик такой легенький корс немножко постоял и вышел так хейн также дот чего здесь долго уже очень стоит она тут еще 100 акций возьму секунду секунду он смысл завтра часов хорошо давайте точек часиков в 11 пол 12 так 11 пол 12 Можешь набрать меня, потому что я такое, что могу, и просыпать? Да, не забыть, а... да, да, да. Хорошо. Понял. Хорошо, хорошо, договорились. О, ну что-то знакомое. Хорошо, я буду. Хорошо. Давай, до завтрашнего сайта. Я смотрю, G-DOT начинает идти ниже. Еще 100 акций добавлю. Достаточно плотненько, интересно. Степ идет по офферу сейчас. Такая хорошая ситуация, кстати. Спасибо за стак. Реально, вот это классная ситуация была по тренду. Каждый день стак вверх-вниз ходит, поэтому тут можно было спокойно ожидать, что ниже он сегодня пойдет. То есть тут сугубо по такому моменту. Еще, конечно, он никуда не пошел, но сама по себе ситуация, она прикольная, хорошая. Так, хейн, тут все-таки ниже решили пробить они. И как-то давят. Да, на шорт похоже. То есть вот бывают ситуации, когда заходишь в позицию, а потом через время начинаешь передумывать, как бы уже в другую сторону смотрится. Это вот ситуация подобная, как Apple пошел круто. Вот Apple вот с 511 тоже такая проторговочка, и сейчас уже 513 практически стоимость. Так, что там этот VRSN делает? Вообще сегодня собирается что-то делать или нет? Так, я тут стоп переставлю на 76, мне очень не нравится. Это тягомотина все, поэтому 100 акций я тут добавлю. У меня получилось 500, и стоп я ставлю по 76. Мне кажется, что если она сейчас выбьет этот стоп, то она вообще вниз не пойдет. Тут хай 74, 76, мне стоп. Очень жалко, конечно, CHRW, тоже загибается ниже. А GMCR можно привет сказать, так ходит сегодня. Вот обратно сейчас в 103 цена. Кто не успел взять, можно загружаться от 62 центов и обратно в лонг сидеть. Так, что тут этот любимый VRSN делает? Ты посмотри, какой настырный этот GMCR, смотри, он там валится. Такая продажа пришла, и он такой, уже ниже начинает идти. Смотри, степает, давит там что-то, старается. Смотри, на лоу-рэнже я, в принципе, уже он пускает эти самые. Сейчас еще ниже пройдет. Вот он, я в лонг его взял, пускай уже там 59 стоп ставлю. Еще 100 акций возьму раз. Настырно так он это делает. Ах, выбило все. До 102.50. Сквиз был. Но это вот мои любимые стопы. Мог бы 10 центов здесь не жалеть, на самом деле. Или уже на круглую цифру ставить. Ну, я, в принципе, любитель такие стопы ставить. Так, хейн. Ничего себе, что это было. Ты видишь, да? Вот тоже кажется. Вот шорт, шорт, шорт. Здесь уже шорт все понабирали, потому что вроде бы пробивает сегодняшние левела. У меня стоп стоял тут 67 лоу. У меня стоп где он стоит 66. В этом только раз и стак взлетает наверх. Уже он в плюсах у меня находится. Эйзет вчера, по-моему, была. Вчера была. А, я понял. Так уже как бы... Ну, есть сейчас точечка, но она уже... Мне интересно, айпи что там сегодня? Айпи, конечно, хорош. Ну, прям отличилась. Ты посмотри, GMCR от 50. Я опять стоп второй раз в ней поставил какой-то непонятный. Сегодня из новостных так, ноубель. У ноубеля вон база была. Она типа как на низ еще пыталась пройти. Мне кажется, сейчас пробьют НБЛ. Я бы сейчас вот в лонг бы заходил бы. В принципе, ну как бы... Я и зайду. Так, 200. Значит, лоу тут 84, по 83 стоп. Вот какой этот самый тоже проказник сходил, всех напугал, кто поставил стопы коротенькие. И уже вон наверх вернулся с HRW. Так, вот GDOT тут, конечно, обратно вернулся в цифру. Это нехорошо. Тут по стопу выбило. Ничего страшного. Так. Так, что здесь происходит? Тут я стоп как минимум переставляю за цифру. 64. Может уже и не переставляю. Сейчас посмотрю, если на Нью Хай будет выходить, то я в принципе стоп поставлю где-то 89. Даже сейчас поставлю стопу 89. Так, Нобель возвращается, но тут еще долго может все это происходить. Так, Нобель сейчас, наверное, а, хотят, нет, тут только 90. Нормально. Нобель тоже может снизу выйти спокойно. Так, акция с названием Хейн. Тут надо смотреть. Прострел она сделала. Стоп подтвердила. То, что нужно стоп 66 ставить. Я в принципе его и поставил 66. Теперь нужно думать, нужно набирать или не нужно. Все. Продолжение следуета. утром конечно все так активно было особенно с точки с этого самого с джеймси аром утром интересно было думал уже не выживу так версен снова там такая же картина немножко начинает 1 до 1 доедать уже честно сказать слишком долго это все происходит у меня стоп там два цента от текущего оффер стоит поэтому там я уже ничего делать не буду так что-то выбило меня меня выбил 3d 3d меня выбил так все чердабы и тут потихоньку возвращается хэйн честно сказать здесь еще 200 акций добавил бы и 66 ставлю тот же стоп потенциал у него просто огромнейшая сейчас много чего на закрытие гэп идет рынок сегодня в плюс идет то есть рынок принципе формации способствует в данный момент версия начнулся значит стоп переставил я верно такое ощущение чтобы нужно но убить тоже здесь добавить 83 стоп так вера сэн снова давит оффер надеюсь на этот раз будет уже поплотнее он более целенаправлены 59 вот принты проходят он против рынка неплохо стоял держал базу сколько рынок поднимался он все время стоял от кстати момент интересный держится уровень сопротивления до рынок идет вверх все время 59 по 58 мешает жить ребята на какой-то бит стал там все скупает вот 59 пытается забрать а он релоуд делают его цель на 60 уже ставит цифру 60 ставит сразу же разбираю то есть там какой-то покупатели есть это нехорошо и вот он уже стопает так она вниз давай так хейн что там 82 на 81 82 какой ужас нбл стоит на месте смотреть сейчас если обратно вернется в этот уровень я просто не не дождусь сам покрою так так хейн вернулся на вернулся то все повозвращался джимсиар снова кстати хорошо наверх сходил до 104 50 практически так бейджи мы тут уже тусуемся долгое время поэтому думаю что будем сейчас мы от тебя это самое избавляться лимит по 42 на выход поставил так ладно маркетом выйду не буду мучиться так 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 сейчас более актуален для меня так нбл на чарт понаблюдать на месте стоит опять рейндж какой то а потом так хейн 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 и хейн и чем тоже такое непонятное чудо так вера сэн что тут дальше по моему не хотят они его продавать уже как то я 20 минут ко мне об этом в большей степени говорит конечно хочется верить ну смотри он уже на 60 лотов там наставили так как сказали это смотри сэн и сэн и 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 мне кажется в этом вера сэ никита продавцы шарлатаны мне что-то не верится здесь будет шорт уже вроде бы тоже есть у давит он как то и так хэйн давай но убить давай чего стали все там подсказывают бипе упи ситуация вчера на ней хорошо заработал то что на второй раз отскакивает сегодня это первый раз она отскочила вчера там действительно базочка было но и честно говоря не знаю куда я уже брать потенциал вниз я не вижу не особо так вот мне интересует но убили хотел бы здесь вот еще добраться ты посмотри 400 он давай еще мне 100 акций вот получилось у меня всего 500 на стоп я ставлю на 89 таки хэйн что-то тут повзрослел начинает вверх идти так версия пробьешь ты не пробьешь какое-то желание такое покрыть его не знаю почему бывает ошибаюсь и по 5 минут я тоже вижу что все нормально но как-то не знаю так хэйн что там дальше стреляет мне просто не нравится то что 60 очень такие мощные и постоянно 61 62 вот это вот штука постоянно там что ляпает такси и чердаблые там какая-то бойня происходит от 50 центов растут так крепко здесь воюете то я еще 200 акций добавлю так хэйн немножко наверх полетел но убили немножко наверх и версен версен на месте пока но убили 8 ай-яй-яй там слетела немножко хэйн отлично так это кто сработал сей чердаблые нам вывел поставки стопу но в принципе не пронес нормально все в норме так хэйн там болтает конечно стак сильно да рынок уже возвращается ниже немножко в камбэк есть шансы на то что мы можем что пробой будет акции еще ниже пойдет на утром такая тонкая какая-то была сейчас поплотнее вообще стало этот вера сэн как будто бы уже 65 начали держать точку 6 каких-то бы уже 65 начали держать точку Да, я... Тайна 66, стоп, переставлю, мне не нравится она. 67. 67. 67. 68. 67. 68. 68. 69. Продолжение следует... 65-200 лотов... 66-200 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 лотов... 67-200 лотов... 67-200 лотов... 67-200 лотов... 67-200 лотов... дать на самом деле, потому что у них такие достаточно жидкие могут быть котировки. Они разлетаются в сторону. Если вот от базы что-то начинает отскакивать, может идти очень неплохо. По сути, думаю, здесь будет подобная ситуация. Так, VRSN все-таки как-то давят, они уже там. Наконец-то GMCR все-таки готово выйти выше. Так, GMCR сейчас уже 104.60 торгуются. Так, Hain 91. Все разобрали. Так, VRSN стопом меня сбросило. Это, конечно, интересная ситуация. NBL все-таки думаю, что еще лонг там будет. Вот Hain сейчас фигуру может пройти. Стоит. Стоит. джеймсиар 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 что у меня такое ощущение нибудь здесь таким интересным трендом могут сейчас спокойненько прошить вот это вот 105 немножко еще выше наверх пройти пробовать не буду но его в баню проблема со стопами здесь очень тяжело понять кого именно она будет долетать куда нет и 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 nbl тоже интересно есть хороший потенциал тут длительное время стак падал то есть как минимум полпоинта может пройти все чердобы еще ниже пошло на 0 лотов на 8 только что стояла такая важная информация так хейн никак не может пройти там ладненько тогда не буду я уже никого мучать заставлять смотреть онлайн онлайн так в принципе все понятно вот сижу в позициях пойдут будет хорошо они не пойдут будет вот так вот как есть но в принципе день сегодня и намечался такой достаточно интересный активный так оно и получилось должно было это произойти потому что рынок сам по себе находит на такой вот стадии однозначно вчерашний день был активный и сегодня тоже вот в любом случае нужно было в рынке быть достаточно активным и наблюдать за тем что происходило очень все активно сегодня было и я не думаю что рынок как-то сильно будет меняться в ближайшие дни то есть думаю завтра еще достаточно активно и думаю что еще следующая неделя будет достаточно активно обязательно нужно достаточно внимательно сейчас в рынке находиться самое главное никуда не спешить вы сами видели утром джеймсиар там за буквально минутам показала 700 долларов и как и не было да то есть сразу же исчезла но это как бы не значит что на этом все закончено ни в коем случае вот по поводу таких вещей переживать на таком рынке не нужно потому что тут входов предостаточно будет на протяжении всего дня сейчас вот допустим если поискать можно отдельно сейчас поставить себе идею следующий трейд то вот когда следующий курс обучения будет тогда и следующий онлайн трейдинг тоже будет проводиться не знаю это через недели три через месяц может будет посмотрим где то так я сейчас в принципе трейдаю и джеймсиар пробила 105 кстати при том так очень сильно трейдаю не только в отчетный период у меня в межотчетный период сейчас результаты более стабильные чем в отчетный вот так вот получается при том что у меня риски допустим на сегодняшний день там стояли 500 долларов да там разница между днем плюс и днем минус там один к двум если будет это хорошо в отчетный период а в межотчетный период у меня в риск на день стоит там 100-200 долларов в этом диапазоне а прибыль такая тоже бывает проскакивает то есть ну совершенно другая не то что стратегия отношения что ли в межотчетный период там как-то более все спокойнее если она развивается развивается более более спокойно так значит видео я останавливаю тендель еще позиция достаточно потенциальная да и ну хейн тоже я думаю что спокойно она может пробить фигуру ценовую думаю что на это и сделает и пойдет еще выше хейн тоже достаточно перспективный здесь момент потенциала немеряно у нее тоже здесь пройти может очень неплохо хорошо всем спасибо тогда до связи а Продолжение следует...